Точка Е – середина боковой стороны СД, трапеция АВЦД. На стороне АВ взяли точку К, так что прямые ЦК и АЕ параллельны. Отрезки ЦК и ВЕ пересекаются в точке О. Докажите, что ЦО равняется ОК. Найдите отношение основания трапеции ВЦ и АД, если площадь треугольника ВЦК составляет 0,09 площади трапеции АВЦД. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. Четырехугольник АВЦД – трапеция. ЦЕ равняется ЕД. ЦК параллельна АЕ. ЦК пересекает ВЕ в точке О. Часть А. Доказать, что ЦО равняется ОК. Часть В. Площадь треугольника ВЦК равняется 0,09 площади трапеции АВЦД. Найти отношение ВЦ на АД. Для начала рассмотрим часть А. Угол 1 равняется углу 2. Угол 1 равняется углу 2, так как это накрест лежащие углы при параллельных прямых ВЦ и АД, и секущий ЦД. Угол 3 равен углу 4, так как они вертикальные. ЦЕ равняется ЕД. Это по условию. Из этих трех пунктов у нас следует, что треугольник АДЕ равен треугольнику ЦТЕ. По второму признаку. А раз треугольники равны, оттуда следует, что соответствующие элементы будут также равны. Тогда у нас получается, что АЕ равняется ТЕ. Угол 5 равен углу 6, так как они соответственны. При параллельных прямых ЦК и АЕ, и секущей АВ. Угол В общий. Из этих двух пунктов у нас следует, что треугольник ВЦК подобен треугольнику АВТ. По двум углам. А раз треугольники подобны, мы можем воспользоваться пропорциональностью сторон. Тогда у нас получается, КЦ так относится к АТ, как БК относится к АВ. Позднее это выражение нам пригодится. Угол 5 равен углу 6. Ранее мы это доказали. Угол АВЕ общий. Тогда из этих двух пунктов у нас следует, что треугольник КБО подобен треугольнику АВЕ по двум углам. А раз треугольники подобны, отсюда следует, что соответствующие стороны будут пропорциональны. Тогда у нас получается, что КО так относится к АЕ, как сторона БК относится к стороне АВ. Заметим, что правые части у наших соотношений равны. Отсюда следует, что левые части будут также равны. Тогда у нас получается, что КЦ так относится к АТ, как сторона КО относится к стороне АЕ. Преобразуем получившееся выражение. Тогда у нас получается, КЦ так относится к АО, как АТ относится к АЕ. Рассмотрим сторону АТ. Страна АТ равняется двум АЕ. Так как АЕ равняется ЕТ, ранее мы это доказали. Подставим наше АТ в ранее написанное соотношение. Тогда у нас получается, что КЦ так относится к АО, как 2АЕ на АЕ. Сократим АЕ. И тогда у нас получается, что КЦ равняется 2КУ. Рассмотрим отрезок КЦ и выразим отсюда ЦУ. Тогда у нас получается, что отрезок ЦУ будет равняться длина отрезка КЦ минус отрезок КУ. Заменим длину отрезка КЦ на 2КУ, как мы ранее доказали. Тогда у нас получается, что отрезок ОЦ будет равняться 2КУ минус КУ. Преобразовав, получаем КУ. Отсюда следует, что отрезок ОЦ равняется отрезку КУ, что и требовалось доказать. Перейдем к части В. Из ранее полученного равенства, что треугольник АЕД равен треугольнику ЦЕТ, мы можем сделать следующий вывод, что площадь треугольника АЕД равна площади треугольника ЦЕТ. Рассмотрим площадь трапеции АБЦД. Площадь трапеции АБЦД можно записать следующим образом, как сумму двух площадей. Площадь четырехугольника АБЦЕ плюс площадь треугольника АЕД. Заменим площадь треугольника АЕД на площадь треугольника ЦЕТ, как ранее мы доказали. Тогда у нас получается площадь четырехугольника АБЦЕ плюс площадь треугольника ЦЕТ, что равняется площади треугольника АБТ. Угол 5 равен углу 6, так как они соответственные. Ранее мы это доказали. Угол АБТ общий. Из-за этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник АБТ подобен треугольнику БКЦ по двум углам. А раз треугольники подобны, оттуда следует, что отношение площадей равняется квадрату коэффициента подобия. То есть у нас получается, что площадь треугольника КБЦ на площадь треугольника АБТ равняется квадрату коэффициента подобия. А по условиям нам известно, что площадь треугольника БЦК на площадь треугольника АБЦД равняется 9 сотых. Площадь треугольника АБТ равняется площади треугольника АБТ. Ранее мы это доказали. Тогда отсюда следует, что площадь треугольника БЦК так относится к площади треугольника АБТ как квадрат коэффициента подобия, то есть 9 сотых. Выразим отсюда коэффициент подобия k. Тогда коэффициент подобия k будет равняться корень от 9 сотых, или 3 десятых. Рассмотрим соотношение сторон треугольника b, c, k и треугольника a, b, t. Тогда у нас получается, что сторона b, c так относится к стороне b, t, как коэффициент подобия. Тогда из этих двух пунктов у нас получается, что b, c на b, t равняется 0,3 десятых. Рассмотрим сторону b, t. Сторона b, t равняется сумме длин двух отрезков b, c плюс c, t. Сторону c, t можно заменить на а, d, по ранее доказанному. Треугольник a, e, d равен треугольнику c, e, t. Тогда у нас получается b, c плюс а, d. Подставим наше b, t в ранее написанное соотношение. Тогда у нас получается, что b, c так относится к b, c плюс а, d, как 3 к 10. Избавимся от дробей. Тогда у нас получается 10b, c равняется 3 умножить на b, c плюс а, d. Преобразуем. Раскроем скобки. Тогда у нас получается 10b, c равняется 3, b, c плюс 3, a, d. Преобразуем. Получается 10b, c минус 3, b, c равняется 3, a, d. Или 7b, c равняется 3, a, d. Выразим отсюда соотношение b, c на a, d. Тогда у нас получается, что b, c на a, d равняется 3 седьмых. Запишем ответ. Часть b. В части b, b, c на a, d равняется 3 седьмых. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Субтитры создавал DimaTorzok